Уважаемые персидази, уважаемые члены комиссии, разрешите представить вам выпускную квалификационную работу на тему проектирования единой локальной сети учебных корпусов образовательного учреждения на базе Воркутинского педотехнического техникума. Наше время характеризуется бурным развитием компьютерно-информационных технологий. Объединение компьютеров с сети позволило значительно повысить производительность труда. Компьютеры используются как для производственных нужд, так и для обучения. Единая локальная сеть с техниками дает множество преимуществ. В первую очередь, это эффективный документооборот между администрацией и преподавателями, возможность проведения видеоконференций, удаленная диагностика компьютеров и устранение неисправностей, общий доступ к сети интернет и многое другое. После изучения теоретических аспектов, связанных с технологиями проектирования локальных компьютерных сетей, я приступил к решению практических задач. Первой практической задачей было объединить все компьютеры в сеть, внутри каждого из корпусов, разработать структуру сети и выбрать сетевое программное обеспечение, установить и настроить контроль домена для создания централизованно управляемой модели сети, установить и настроить прокси-сервер для обеспечения общего доступа к сети интернет, настроить систему обменом мгновенными сообщениями, создать электронный вариант карты сети и в заключение разработать план по объединению трех локальных сетей и учебных корпусов в единую сеть. В ходе выполнения проекта мною были подключены к ЛВС 20 учебных аудиторий с функционирующими рабочими станциями и 10 с перспективой подключения в ближайшие три года. В каждой аудитории были смонтированы сетевые розетки, все активное сетевое оборудование располагается в серверных комнатах, таким образом реализована удобная в обслуживании и отказоустойчивая структурированная кабельная система. После проведения монтажных работ мною были подобраны, изучены и настроены различные сетевые программные продукты. В ходе выполнения проекта я установил и настроил контроллер домена на базе серверной операционной системы Windows Server 2008 R2, на котором впоследствии после перехода к централизованной модели сети стали храниться учебные записи пользователей, студентов, преподавателей и сотрудников. Помимо службы каталогов на сервере был настроен стандартный набор служб и ролей. В первую очередь это система доменных имен DNS и служба удаленной настройки узла DHCP. Главной особенностью сервера в технику является то, что на нем настроены уникальные групповые политики для каждого подразделения, то есть для студентов отдельно, для педагогов отдельно. Это позволяет разграничить доступ пользователей к настройкам операционной системы на конечных рабочих станциях. В связи с тем, что Министерство образования Республики ежеквартально предоставляет организации лицензии на антивирусный продукт Касперский Endpoint Security, передо мной была поставлена задача автоматизировать механизм обновления ключей. Ведь по завершению срока действия лицензии работникам компьютерно-информационного центра приходилось вручную менять ключ на более чем сотни компьютеров. После установки и настройки централизованного инструмента для управления данная проблема была полностью решена. В качестве дополнительных бонусов мы получили возможность удаленной установки продукта на рабочие станции, а также возможность контроля к нежелательным веб-ресурсам. Правильно настроенная и работающая система контент-фильтрации является очень важной задачей для сети любой образовательной организации. Система мгновенных сообщений NetSpeaker Phone позволяет обмениваться текстами, графическими и видеофайлами в режиме реального времени. Данная программа успешно функционирует в техникуме и используется для оповещения сотрудников и преподавателей о совещаниях и незапланированных мероприятиях. Обеспечение общего доступа к сети интернет реализовано с помощью программы бесплатной Small Proxy. Данная программа позволяет не только обеспечить общий доступ к сети интернет, но также ведет подробный учет всего трафика и данных пользователей. Авторизация данной программы реализована с помощью IP и MAC-адресов. Она позволяет контролировать скорость загрузки, в связи с чем мы ограничили скорость загрузки на студенческие компьютеры до 100 кбит в секунду, а преподавателям до 600 кбит в секунду. Удаленное управление компьютерами реализовано с помощью инструмента AeroDmin. Это одна из лучших программ для удаленного администрирования компьютеров в локальных сети на платформе Windows. Она позволяет одновременно работать сразу на нескольких рабочих станциях в режиме реального времени с помощью использования обычного графического интерфейса. Данная программа использовалась вновь для настройки и до настройки компьютеров на расстоянии. Также эта программа отлично подходит в качестве резервного инструмента для управления серверами через сеть интернет. Нам был дан роутер модели ASUS M12U, в котором реализована возможность перенаправления портов с серверов на внешний интерфейс роутера. И предоставляется бесплатное доменное имя формата asus.com.com. Электронная карта локальной вычислительной сети была создана в графической среде Friendly Pinger. Данная среда позволяет не только визуализировать карту компьютерной сети, но также отображает в реальном времени статус включения компьютеров. То есть включены они или выключены в данный момент. Помимо этого, программа позволяет проводить очень подробную эквентаризацию программного и аппаратного обеспечения. В моем полностью составлена карта двух зданий учебных корпусов B. На карте вы можете видеть расположение этажей, кабинетов, размещение разочек станций, регламеров, схему прокладки локальной сети, а также технические характеристики компьютеров и различного активного сетевого оборудования. В заключительной части своего проекта я рассмотрел три способа объединения сетей учебных корпусов в единую сеть. Основная сложность заключалась в расстоянии между корпусами. То есть между корпусом A и корпусом B1 у нас расстояние 1,4 км. Между корпусами B1 и B2 всего 150 метров. Вариант подключения с использованием оптического блокна оказался неприемлемым для образовательной организации по причине высокой стоимости на материалы и сопутствующее оборудование. Таким образом, наиболее реальными вариантами оказались использование VPN виртуальной частной сети и использование Wi-Fi моста. К недостаткам VPN можно выделить плату за подключение у местного провайдера, а также ежемесячную оплату абонентскую за пользование услугой. Именно поэтому, еще по причине того, что подключение к сети интернет во всех трех корпусах до сих пор осуществляется с помощью технологии ADSL, которая устаревает с каждым днем, мы не можем получить достойную скорость подключения, мы пришли к выводу, что наилучшим выбором будет все-таки использование Wi-Fi моста. Подключение между корпусами B1 и B2 было реализовано посредством Wi-Fi Tocke Ubiquity Rocket M2 и Ubiquity Non-Station Lock M2. При таком варианте подключения без использования дополнительных антенн нам удалось добиться скорости в 50 Мбит в секунду. Это отличный скоростной показатель, который позволяет с легкостью отмениваться большими объемами данных между двумя учебными корпусами. Для подключения капусов B с главным корпусом мы все-таки задействовали дополнительные мачты и усиливающий сигнал антенны. После длительной калибровки и поиска наилучшего направления нам все-таки удалось добиться уровня сигнала в 74%. Это хороший скоростной показатель для расстояния в 1,5 км. Для реализации проекта с учетом уже имеющихся на предкете ресурсов, образовательное учреждение выделило с нету закупку активного и пассивного сетевого оборудования, общая стоимость которого не превышает отметку в 150 000 рублей. В дальнейшем сеть может быть расширена путем подключения новых рабочих станций. В дальнейшем модернизацию стоит продолжить с заменой коммутаторов компьютерных классов на более новые скоростные аналоги, возможно даже управляемые. А в главном корпусе следует постепенно осуществить переход с одноранговой модели сети на модель с централизованным контроллером домена. В данном дипломном проекте мною были спроектированы локальные сети трех учебных корпусов, подключены компьютеры учебных кабинетов и компьютерных классов к сети, изучены и настроены специализированные программные продукты, а также предложены и реализованы решения по объединению локальных сетей трех учебных корпусов в единую сеть. В моей работе присутствует документальное подтверждение в виде приказа и акта подъявных работ по модернизации ОВС. Реализация проекта позволила усовершенствовать оперативную работу коллектива техникума, сделать ее более удобной и доступной, обеспечила мощную защиту персональных данных, а также привела к расширению возможности спектра передачи данных между работниками. Уважаемая комиссия, спасибо вам большое за внимание. Я готов ответить на ваши дополнительные вопросы. Спасибо. Но все-таки, по моему мнению, Wi-Fi на какие расстояния предназначены? Скорость мы получили довольно достойную на самом деле. Я не знаю, а тогда вопрос с информационной безопасностью как? С безопасностью, во-первых, частоту мы выбрали не такую, как у остальных, это точки на нового поколения, и они подключаются на частоте 5 МГц. Они не такие, как обычные 24, а вот на 5 мы работаем. И довольно достойно обеспечивают там шифрование WPA, PSK2, и уровень доступа, ну, по крайней мере, в течение полугода еще никто не смог взломать наши Wi-Fi точки. Там ведь вопрос только в подборе пароля. WPA PSK2 не взламывается с помощью брутов, и брутфорс на нее не работает, к сожалению. Это же не веб-шифрование, там другие принципы взаимодействия системы. Скорость загрузки вы говорили, оптимизировали, а что использовали для этой технологии? Скорость загрузки в каком моменте? Скорость загрузки контента из интернета. А, из интернета, это там, где студенты мы делали? Да. Сейчас я рекомендую с вами, где я объясню. Что вы, как вы, какой подход использовали для увеличения вот этой скорости загрузки? Какие рекомендации вы дали? И, соответственно, кто вы... Мы не увеличивали скорость загрузки, мы, наоборот, ее резали для каждого пользователя. То есть у нас на роутер приходит основная скорость, которая доступна по ADSL. Из нее она уходит в сервер, на котором стоит программа Small Proxy. И вот она уже выделяет на каждый компьютер либо 100 кбит в секунду, либо 600 кбит в секунду, в зависимости от настроек. Ну, это понятно. А веб-кеширование не применяли? Веб-кеширование поначалу мы пытались применять, но это, к сожалению, плохо сказывается на работе сервера, так как он совмещает в себе роли контрольного домена. То есть в будущем есть, конечно, план перенести его на отдельный сервер, но пока веб-кеширование мы решили не использовать. То есть веб-кеширование отдельно не устанавливали? Нет, в том же сервере, где и контрольный домен у нас совмещал. Отдельного нет. Отдельного нет. А, ну, вот видите, у вас резерты есть по улучшению скорости. Безусловно, да. Если ученики сидят у вас в классе, так, наверное, у них одинаковый контент загружается на каждую рабочую станцию. Ну, примерно одинаковый. Тема, раз урока идет какая-то, они что-то работают, и как раз веб-кеширование у вас увеличилось, скорость запустить. Да, это хороший значение. То есть мне надо обращаться уже напрямую на какой-то веб-кеширование, достаточно просто из кеша взять следующую загрузку. Согласно. Еще вопрос. А почему вы сами не резидовали VPN с помощью средств Windows? Я же объяснил основную причину. Потому что подключение к интернету во всех корпусах с помощью ADSL осуществляется. А, это скользко передачи по Wi-Fi, она просто мощная. Это скрыт, это многие ADSL. А, ну, все, понятно. Мы связывались с местными провайдерами, они все, ну, такие суммы, честно говоря, загнули за подключением, именно вот в организацию технологии по оптоволокнушкам, ну, невыгодно. Я поняла. А какие там трудности у вас с интернетом? С интернетом? Ну, у нас в городе всего два провайдера, это Ростелеком и провайдер УПТС. УПТС назвал нам ценник 250 тысяч рублей, а Ростелеком сказали, что нужно ждать еще как минимум 3 года, когда они смогут подвести линию. Так получается, что когда они подводят к домам, там же платят все квартиры абонентскую плату, этот проект у них окупается. А у нас одна организация, если к ним подводить оптоволокно, то это будет окупаться, ну, лет 10, наверное. Поэтому они не решаются на это. Хорошо, спасибо. Я один раз выиграл грант на заключение интернетом, значит, грант, выдал блога Телеком. Но, значит, в процессе выполнения работ они сами не смогли выполнить то, на что дали деньги. Пришлось брать другого провайдера. Так, вот это к слову. Значит, я кратко остановлюсь по отзыву научного руководителя. Научного руководителя выступил Евгений Сергеевич Мамаев. Значит, достоинство работы, практическая значимость, актуальность для организации, подробное описание принципов построения сетей, недостатки. Предложено использование неперспективного решения для модернизации сети. Стандарт, который здесь указан, возможно было рассмотреть технологии гигабит интернет на нераскрытые вопросы безопасности. Вот три таких замечания. Значит, руководитель явно не ставит оценку, но говорит о том, что показаны отличные знания. И рецензия поступила от Овсянникова Владимира Николаевича, инженера-программиста Верховного социально-коммерческого института. Он отмечает положительную сторону, что подробно рассмотрены принципы проектирования компьютерной сети, проанализированы современные источники литературы по соответствующей предметной области, представлено достаточное количество экранных форм, практических материалов и таблиц, наглядно демонстрирующих этапы проектирования и инсталирования органов сети. Проект позволяет усовершенствовать и оптимизировать совместную работу с информационными ресурсами организации. Рекомендую. В качестве недостатка не полностью проанализирована перспективность выбора стандарта сетевой технологии 100BaseTX. Ну и общая оценка за выполненный проект отлично. Что можете сказать на замечании рецензия? Могу сказать, что я очень долго пытался добиться того, чтобы все-таки закупили гигабитные свечи, но организация оказалась это делать по причине того, что компьютерных классов много, и там уже стоит активное сетевое оборудование, которое работает со скоростью 100 Мбит в секунду. И поэтому сказали, что временно давать в лучшем звуке несколько устройств 100 Мбитных, а в будущем, если будет модернизация, обжиг это позволяет, то есть технология она работает, просто заменим активное сетевое оборудование и увеличим скорость. Все, спасибо, изучение закончено. Субтитры создавал DimaTorzok